Слухи о том, что детские сады, которые находятся в городских школах, закроют, начали распространять в социальных сетях. Кустанайские родители устроили переполох. Ситуацию с детскими садами прокомментировали в Управлении образования. Начиная с 2012 года реализовывалась в регионах республики, в том числе в городе Кустанае, программа «Балапан» по обеспечению детей дошкольными местами. Было поручение отдать под детские сады, разместить, отдать в аренду в школах на свободных местах. Действительно, эта мера была временного характера до момента строительства достаточного количества зданий в этих микрорайонах для детских садов. Однако вопрос строительства детских садов остался нерешенным. Их по-прежнему не хватает. Поэтому дошкольные учреждения при школах необходимы. Тем более, что детсады размещены официально и работают по госзаказу. Сегодня они открыты при 14 школах и одном лицее. Их посещает более полутора тысяч детей. Кроме того, ведь в школах работают мини-центры государственные. 700 детей посещает их в городе. Кроме того, работают классы предшкольной подготовки. Около двух тысяч детей посещают. Сформировалось нормальное отношение общества у учеников, у педагогов, когда дошкольники находятся рядом с ними. По словам Василия Цымбалюка, появление детских садов при школах обусловлено нехваткой мест. Поэтому детсады открываются и при крупных предприятиях. Сегодня в Кустанайской области, в своей очереди, в детский сад ждут 9 тысяч детей. Благодаря открытию детских садов при школах в разные годы очередь сократилась. Кстати, сроки аренды детсадов на территории школ были продлены до 2024 года. Поэтому повода для беспокойства не должно быть. Мы открылись 1 ноября 2013 года. Родители руководствуются тем, что приведя ребенка, например, в начальную школу, приводят своего второго ребенка в детский сад. Достаточно удобно. Это все в одном месте. Сегодня детский сад при школе 22 посещает 25 детей. При этом условия оплаты одинаковы с государственными садами. Оплачивается только питание дошколят. Диара Ахмечин, Балслу Аликенова, РТН.